Доброго времени суток! Ну и пойдем по клубам. Значит, карьеру ты начинала в Омске, хотя воспитанница с командой «Старт» города Зеленогорска Красноярского края. Первый клуб «Амичка», далее Тюмень, Липецк, Саратов, Северянка, Череповец и вновь омская команда «Амичка». Все верно? Все верно. Ты звезда? Не считаю себя такой. Почему? Ты скромна? Я считаю, что скромность красит человека. Ну, то есть ты не позиционируешь себя в команде как звезда? Нет. Потому что мы команда, мы все равны, мы делаем общее дело. И, ну, возможно, есть лидеры команды. Это, ну, команда, в принципе, не может без лидеров. Ну, у нас в команде все лидеры, все молодцы. Так, прозвище в команде. Дай угадай. Коржик? Он, видишь, как удачный. Или Владос. Как? Владос. Владос, а тебе больше что нравится? Да, без разницы. Я непривредлива. А вот скажи, тебя называют Коржиком или Владосом, когда вот ругаются? Ну, как вот? Когда кто ругается? Ну, в команде кто-то ругается. Ну, у нас среди девочек нет конфликтов. Ну, когда тренер... Даже неинтересно, честно говоря. Когда тренер, ну, даже по фамилии мне называют. Нет, он просто Влада. Когда и как пришла в волейбол? И почему, собственно, волейбол, а не баскетбол, допустим, или шахматы, или, я не знаю, там, пинг-понг? Волейбол, потому что это один из главных видов спорта в нашем городе, Зеленогорске. И у нас хорошая школа «Дюшор Старт», которая воспитала немало спортсменов высшей категории. И мои родители были любителями именно волейбола. То есть спортивная семья, получается? Спортивная. Папа прям вообще спортивный. Он и баскетбол, и хоккей на траве, и просто хоккей. Ух ты, хоккей на траве, интересно. Да, есть у них такое. Ну, электрохимический завод спонсирует очень хорошо наш город. Он, в принципе, электрохимический завод – это градообразующие предприятия. И они прям пропагандируют очень сильно спорт и в заводе, и в городе. Ну, и поэтому волейбол. Ну, то есть, получается, с самого детства у тебя, в общем-то, выбора особого-то не было. Волейбол и все. Да, я и с родителями на тренировке иногда к ним ходила и видела мяч. Здорово. Классно. Совмещение тренировок и учебы в школе, в ВУЗе. Как это проходит? Ты вообще ленивая девочка в плане учебы? Ну, честно говоря, до седьмого класса я не понимала, что такое учеба. У меня сознание вообще учебы, то, что надо, что делать, пришло как раз в седьмом классе, когда начались очень сильные, серьезные разъезды, я начала много пропускать. И поэтому приходилось уже с класса седьмого-восьмого подходить к преподавателям, к учителям, точнее, в школе, и спрашивать задания, чтобы сделать что-то наперед, чтобы не сильно много пропускать. И так вот пошло. И потом было училище Олимпийского резерва здесь, в Омске. Первые два года я в Омске играла, первые два курса, соответственно, я могла спокойно учиться, ходить на пары. А потом, последующие, с третьего по пятый курс, я отсутствовала в городе Омске, и, соответственно, все было дистанционно, все было по электронной почте с преподавателями. Списывалась, отправляла задания. Сейчас учусь в Ранхиксе, схема та же самая. Ну, что бы тебе тяжело дается, в принципе? Ты к наукам расположена? Ну, я больше... Вот мне дадут задание, я его сделаю, что-то запомню. То есть память, тьфу, хорошая. Но вот что прям наукам... Ну, я больше гуманитарий, в скором так. Окей, хорошо. Ну, вот по поводу совмещения тренировок и учебы мы понимаем. Давай мы перейдем на твою личную жизнь. Я так понимаю, что мужчина в твоей жизни присутствует. А что нужно сделать такого, чтобы занять твое сердце? Ну, мы сейчас абстрагируемся от молодого человека. Вот просто скажи мне, что должно произойти такое, чтобы ты обратила внимание, чтобы ты вот прям влюбилась, полюбила человека? Ну, мне для начала надо пообщаться. И первое, что я оцениваю, это ум, интеллект. Да. Хорошо. А, ну, ты девочка не маленького роста, а вот твой избранник, он должен быть высоким или это необязательно? Опять же, повторюсь, очень приятный бонус, когда он выше. Что ж такое. Ну, ладно, хорошо. Свободное время. Чем ты занимаешься? Ну, если у тебя свободное время вообще, в принципе, есть. Ну, должно же быть когда-то. Да, есть свободное время. Угу. Ой, это либо бьюти-дэй, потому что у нас вот, ну, правда, мы постоянно в тренировках, и у нас вот выходной, и мы сразу все записываемся куда-нибудь, на ноготочки, там, еще что-то. Ну, все-таки девочки. Ну, действительно. Или куда-нибудь сходить, погулять. Ну, то есть ты не батон, ты дома лежать не будешь в свободный день. Иногда батоним, иногда, но иногда как будто специальности. Я себе нахожу какие-то дела, чтобы быть в движении, все равно тонус не терять. И потому что, когда весь день лежишь, выходной, я начала понимать, что тяжело потом настроиться на рабочий лад. То есть это уже профессиональное, да, осознание какое-то? Ну, да, я думаю, это с возрастом пришло дальше. Хорошо, хобби у тебя есть какое-нибудь? Я не знаю, там, макраме, я не знаю, вязание, пазлы собирать, сериалы смотреть. Ну, а сериал – это хобби, да? Ну, а что нет? Тогда да. Если не отрываясь целый день, то что ж не хобби-то? Ну, нет, ну не прям целый день, но люблю сериалы посмотреть. Ну, сразу возникает вопрос, какие? Я люблю сеткомы. Сеткомы меня расслабляют. Это вот, которые с закадровым смехом, вот этот вот простый, по 20 минут серия. Конечно, иногда хочется посмотреть и какие-то посерьезнее сериалы. А книжку почитать? О, да, точно, спасибо, что напомнили. Ну, не очень. Ну, книги в основном дома почему-то тяжело себе заставить. А вот когда в поездке куда-то, то очень, ну, много чаще. И какие? Люблю Стивена Кинга. Ух ты! Мне вот моя подруга Настя Медведева, которая с вами в команде, она мне отдала в семь книг «Темной башни», и я вот как раз седьмую книгу «Темную башню» дочитала. Молодец. И как впечатление? Вот мы с Настей делились мнениями друг с другом. Настя вот говорит, что ей первые книги было тяжело читать, последующие она прям в запой читала. У меня же наоборот почему-то. Мне первые прям очень интересно было книги читать. А вот сейчас седьмую я с горем пополам дочитываю. Соцсети – это зло? Или это вариант общения в нынешней ситуации, в нынешнее время, в 21 веке? И то, и другое. Ну, это, мне кажется, совокупности все взаимозаменяемые. То есть, ну, вот сейчас, например, проще кому-то написать, да, чем позвонить, написать в соцсетях. Окей, ну, а ты можешь залипнуть в соцсетях надолго, сидеть там, переписываться, я не знаю, с подружками, там, ну, с родителями, словно говоря, там, час потратили, это полтора. Нет. А лазить там под всяким подписком? Мне многие тоже говорят, Влада, почему ты ничего не выкладываешь? Влада, я тебе там видео прислала, почему-то не посмотрела. А я, ну, просто как-то отошла от этого, мне не хочется, например. Тебе это неинтересно или тебе просто не хочется на это время терять? Наверное. Ну, и мне не нравятся эмоции, которые у меня потом появляются после, например, просмотра ленты. Так, это интересно. Ну-ка, ну-ка. Почему? С чем это связано? Это, наверное, связано с тем, что я смотрю и не верю, что там происходит. Наверное, где-то прочитал однажды, да, то, что это... Ну, это и мое мнение, я сейчас говорю, это просто, как я думаю. Что в основном для того, чтобы что-то показать, но я считаю, что счастье любит тишину, пусть будет так. Женская дружба бывает вообще? Да. Точно? Ну, я верю. А, вот, это другой расклад. Это бывает или верю? Это две большие разницы. То есть ты в то веришь, что дружба... У тебя подружки, у тебя их много? Нет. Нет, правильно, друзей много не бывает. А они у тебя со школы, там, я не знаю, с вуза или вот из команды в команду или как? Одна подруга прям вот со школы, можно считать, с города Зеленогорска. А потом, по мере того, как я начала в командах играть, у меня начали появляться свои люди, свои прям друзья, с которыми мы общаемся, можем пересечься. Месяц там не видевшись, но как будто вообще вот только вчера виделись. А что в твоем понимании дружбы вообще в принципе? Дружба – это же... Это как... Блин, сейчас я вспомню, подождите. Так как я читала как-то про отношения, что это не пожертвование, а вот... Ну это вот когда ты бескорыстно что-то хочешь сделать человеку доброе, хорошее, и не ожидая ничего взамен от него. Это вот как отношения касаются между мужчиной и женщиной. Это так, я считаю, и дружба тоже касается. То, что дружба, она... А у тебя, опять же, видишь, как у нас с тобой получается складывается одна канва. А у тебя друзья мужчины есть? Нет. Нет, да? Только девочки. Новый год или день рождения? Новый год. Новый год? Конечно. А ты любишь дарить подарки сама или любишь получать? Сейчас больше получать, потому что я поняла, что для меня выбрать подарок становится тяжело. То есть я начинаю слишком много думать о том, что, а понравится ли человеку. Да, да, да. Ну поэтому я начала просто спрашивать, что надо, и все, и дарю сейчас нужные практичные вещи. Новый год с друзьями или с родителями? С родителями. Ну правильно, он же семейный праздник. А потом пошла к друзьям. Ну, здорово. Ну и самый необычный Новый год в твоей жизни. Не знаю, может быть, там в самолете, в поезде. Может быть, там, я не знаю, без шампанского, без елки. Да бог его знает. Вообще необычный. Ну и какая-то слишком заурядная, наверное, у меня жизнь спокойная. У меня было необычное. Стабильность называется. Стабильность – это постоянство признаков вас. У тебя есть тату? Нет. А ты как относишься к татуировке, в принципе? Девчонки же татуируют. У вас там татуировки, я смотрю, делают? Вообще положительно. А ты хочешь сделать татуировку? Да, хочу, но все никак не решаюсь. А какую? Какую-нибудь маленькую и миниатюрную. Маленькую и миниатюрную – это хорошо. Надо выбрать. Хорошо. А, кстати, вот татуировки, в принципе, на твой взгляд, это выражение каких-то чувств человека? Или это некий оберег? Или это просто понты? Ну, вы сейчас перечислили, в принципе, все, для чего делаю татуировки. У всех же разные посылки татуировки. Понятно. Ты-то как, как ты-то думаешь? Как ты хочешь? Как у тебя должно быть? Как у меня? У меня просто хочу. Вот вообще, без, просто вот хочу татуировки. Самый надоевший вопрос в интервью. Я, кстати, готовлю сегодняшний наш подкаст, я тут посмотрел в соцсетях интервью твоих разных, разных годов. Самый надоевший – это вот после, ладно, хорошо, это после игр обычно берут интервью, когда… Флэш-интервью. Да, и спрашивают там, почему вот сегодня вы так сыграли? Попробуй ты ему объясни, почему, да. Да, вот это вот прям, наверное, в ступор прям будет. Хорошо. Ты романтик по жизни? Да нет. Нет? Нет. Я более такая реалистичная, практичная. Девочка, ну как мне может быть романтиком так? Ну, а романтик… В вашем понимании романтика – это что такое? Подожди, это я у тебя сейчас в первом интервью, ты голову, ты не морочь мне. Хорошо, ты не романтик. Окей. Вот есть поступок в жизни, за который ты гордишься? Вот что-нибудь такое сделала, не знаю, собачку там, кошечку спасла, другу из огня вынесла. Я повторюсь, у меня заврядная жизнь, стабильная. То есть у тебя все впереди будем так считать? Да, давайте так. А что ты ценишь в людях больше всего? Ну, как я уже говорила, я на интеллект обращаю внимание. Это у мужчин, а вот вообще? Да и вообще у людей это же, как они, интеллект, да… Ну, вот доброта – это слишком широкое понятие, наверное. Ну, человечность или толерантность. Вот прям терпимость к людям, к другим. Ух, какое слово-то у нас сейчас. Ну, хорошо. А что ты не можешь простить? Толерантная такая. Простить? Ну, да, ну а что ты не можешь простить человека, что он должен такое сделать, что ты не простишь никогда? Да, ну, так это ужасно жить, если ничего прям не прощать. То есть ты, в принципе, простить можешь все? Да, да. Все? Ну, то, что касается просто людей. Людей. Хорошо, а самый смертный грех какой, на твой взгляд? Из семи. Ну, видишь как, давай из семи. Самый смертный? Наверное, зависть. Зависть, да? Ну, да. Она разрушает быстрее, чем все остальное. Слово «хоп». Надежда. Это у тебя слово «хоп» было во всех твоих интервью предыдущих. Оно проскакивало постоянно. Если бы не спорт, то что? Училась бы просто. На какую профессию? Так же, как и сейчас. Я думаю, я бы так же на государственное муниципальное управление поступила бы. И там, может, по этой стезе я бы и пошла. А ты себя не видишь по... Ну, понятно, что это рано говорить, но, в принципе, по окончанию карьеры ты бы не хотелось остаться в спорте? Менеджером, тренером, не знаю там. Да. Сейчас понимаю, что не хотелось бы совсем от спорта отходить. Хотелось бы быть начальником команды или... Ну, мне нравится, в принципе, все, что связано с организацией. Вот это вот решить какой-то вопрос, организовать. Мне нравится. Назови мне команду, из которой, если бы тебе сделали предложение, ты бы не отказалась перейти. Из любой лиги? Ну, пускай будет из любой. А российский? Ну, мы про российский говорим, да. Прям вот играть туда или работать? Браво, играть, 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 играть. Ну... У тебя контракт с Амичкой надолго? На год. На год. Вот ты сейчас осторожно. Сейчас вот подумай. Вопрос-то он такой, понимаешь? Да, с подговорочкой. Ну, у меня просто не бывает. Вообще, честно, не думала даже. Ну, то есть, если бы предложили продлить контракт с Амичкой, ты бы согласилась? Да. Великолепный ответ. Я все устраиваю здесь. Великолепный ответ. Так, хорошо. Ну, сейчас будем заканчивать. Вот представь себе ситуацию на площадке. Партнер по команде тебе во время игры говорит, что ты так себе игрок. Ну, так себе. Что его ждет? Кара. Кара. Какая кара? Презрение? Первая эмоция, которая у меня будет, это злость, а потом удивление. Ага. Потому что... Ну, это же гипотетическую ситуацию, да, мы описываем. А у вас таких не бывает? Нет. Да, ладно. То есть, ты такого... Ну, тебе на площадке, куда ты что-то делаешь, не говорят, да? У нас все толерантные в команде. Допустим, команда выходит в следующий дивизион в этом сезоне, да, он такой. Что ты сделаешь первое, ну, допустим, на площадке, осознав, что вы выполнили задачу и шагнули вверх? Я думаю, я упаду на колени и взмолю вот так. Ну что, друзья мои, это была беспощадная, даже в какой-то степени кровожадная, мне так показалось. Это была Владислава Коржова, вольбористка ломской команды «Амичка». Правда, она... Кстати, а ты сколько раз врала, когда отвечаешь сейчас на мои вопросы? Видите, я сижу в открытой позе, как я могу брать вам? Ты издеваешься? Нет, я правда старалась честно отвечать. Хорошо, ребят, это был подкаст «Без вратарей», меня все еще зовут Павел Сергеевич. Все, что мы тут вот наговорили, это все было в пресс-центре Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Ну и, собственно, здесь место силы.